Привет-привет! Вот и вторая часть нашего топа лучших игр всех времен и народов. Да-да, это все еще мы, Шара Геймс, так что поехали! И предлагаю начать с самой брутальной игры для самых брутальных мужиков. Симсы. Не спешите выключать ролик, дальше будут нормальные игры, честно. И все же вряд ли вы станете спорить о том, что Симс не имеет своих фанатов и не популярна, которая уже по счету часть игры доказывает то, что симуляторы жизни могут быть интересны. Лично даже мне, любителю трэша и угара, нашлось чем заняться в игре. Кто искал различные способы убийства симов, ставьте лайк, а мы продолжаем. А дальше GTA, ну или же как правильно говорить GTA. Всего три буквы, но сколько история скрыта за ними. Если кто-то говорит про свободу действий, то первое, что приходит на ум, это игры данной серии и миссии с вертолетиком. О-о-о-о, да, скольким же людям, пытавшимся ее пройти, нужно было охладить траханье, но не об этом сейчас. GTA. Воплощение мечты многих игроков. Помню, как сам когда-то хотел игру в локациях моего города, но приходилось играть в буржуйском Лос-Антосе и тому подобных подмосковных деревушках. Говоря про игры, чье название можно узнать по трем буквам, давайте вспомним про игры Need for Speed. NFS. Кто не играл в эту игру? А ну-ка, проверка на возраст. Узнали музыку? Поставили лайк. Лично я не помню другие гоночки начала нулевых годов, которых можно было лепить на свой тазик все что угодно и превращать нормальную машину чуть ли не в фургончик с кубиду. Качественная музыка. Вредные соперники. И интересные трассы. А такие извращенцы как я вообще проходили NFS Underground без установки нитро. Вот это был хардкор, вот это было интересно. В прошлом выпуске мы говорили о скрытных убийцах. В этом я также не могу пройти мимо пожалуй самой знаменитой игры. Hitman. Запихнуть тело в дробилку или скинуть с обрыва. Переодеться уборщиком или охранником. Убить всех на своем пути или отравить клизму и тихо без лишнего шума убирать цель. Делайте что хотите. Десятки вариантов прохождения миссии и сценария. Гадно та и по другому я не могу сказать. От одного тихого убийца мы переходим к другому. Assassin's Creed. Если принц Персии нам показал как бегать по стенам, то Assassin максимально разнообразил геймплей возможностью взбираться буквально туда, куда твои глаза глядят. Уже после оглушительного успеха Альтаира началась эра различных лазовок по вертикальным стенам и более-менее реалистичного паркура. Но была еще одна игра, совершившая революцию в геймплее. Max Payne. Шикарная игра, как в плане сюжета, так и в плане проработки игровых механик. Замедление времени я раньше встречал только в нескольких играх, и то они уже были после Макса. Уникальная в своем роде, но не получившая признания Time Shift и несколько игр по вселенной Матрице. Игра была мрачная, нуарная. Детективы расследования, перестрелки и все это вместе делало ее просто шикарной. Говоря о шикарных лорах, грех было бы не упомянуть отца фэнтези РПГ. The Elder Scrolls. Будь то Морровин, Обливиан или даже Скайрим. Каждая новая часть приносила что-то новое и влияющее на последующие выходящие игры других студий. Будь то планка открытого мира, боевой системы или навыков. Ну или уровень мозгов НПЦ. TES. Старейшая игра, но не стареющая на фоне других игр. Если TES это революция в играх от первого лица, то классическая, жесткая и каноничная РПГ это Готика. Увы, серия игр уже умерла, но ее влияние на игропром в свое время дало хороший толчок для старта других проектов, пищу для новых идей и проверку игроков на хардкорность. Хотя, если уже вспоминать хардкорность, нельзя не обойти монстра ММО РПГ Lineage 2. Для многих игроков это было чем-то новым, свежим. Ведь по сути до Ла 2 были только сингловые проекты, а тут вдруг появляется игра, в которой огромный мир, куча классов и еще куча всякого разного, что можно перечислять очень долго. Конечно же, эта гринделка собрала сразу армию фанатов, но мне кажется, подкупала там именно всех в наличии ПК и ПВП. Можно было дать люлей кому угодно, главное, чтобы хватало силенок и людям это нравилось. Далее, жажда крови только росла и постепенно привела к появлению Киллинг Флора. Небольшая команда игроков, природив толпы различных, то усрачки стрёмных монстров. Челлендж. Разнообразие оружия и локаций. Рецепт успеха прост. Команда и ураганный трэш, происходящий на экране, в котором ты каким-то образом должен выживать. Ничего не напоминает? Да, тот самый Left 4 Dead, только менее дружелюбный к игроку и немножко постарее. Для веселых пробежек в толпе мяса был серьезный Сэм. Сюжет не нужен, когда у тебя есть огромный ствол, и впереди целый отолпарил на калиберной сране, которая так и просится вломить ей лещей. Во второй части Сэма появляется кооператив, и игра становится еще веселее. Скорость боя не уступала той же Кваке, а доза упортости и наркомании от главного героя каким-то волшебным образом держала тебя в игре, и не давая даже времени на отдых. Ведь пока ты где-то там шляешься, ментал летит на землю, а этого уже никак нельзя допустить. А в то же время, пока мы где-то с улюлюканьем и дробовиком бегаем в Сэме, кто-то строит дирижабли и планы по захвату мира в Red Alert. Не менее культовая игра, чем любая другая из этого топа. Клюквенный сеттинг про злых русских, захватывающих мир, и на удивление детально проработанный геймплей. Взрывоопасный микс, который однажды взорвался и осколками разбил миллионы сердешек игроков. Десятки видов различной техники, солдат, зданий, шикарный режим игры по сети и просто офигенная для того времени графика сделали эту игру шедевром своего времени. На этом наш топ подходит к концу. Да, нужно было еще сказать про XCOM, Warcraft, Deus Ex, Battlefield, Call of Duty и много-много-много чего еще. Но тогда бы ролик вышел капец какой длинный, и мне бы даже пришлось делать третью часть. Так что давайте вы в комментариях напишите, какие игры считаете лучшими всех времен и народов. А я почитаю ваш список. Понравилось видео и хочешь чего-то еще? Пиши под видео свои идеи для будущих роликов. Ведь я стараюсь делать контент для вас, и мне важно чего бы вы хотели. А пока ставь лайк, если было интересно, подпишись на канал и тереби бубенчик. Удачи!